Теперь детективная история. Впереди много еще грустного, к сожалению, ребята. Это детективная история, связанная с закрытием Тимирежевской академии. Вот это страшная вещь. Так получилось, что Тимирежевская академия загорает 25 гектар земли. Самое лучшее, естественно. Там будут опять магазины, да. Что там еще? Отели. Вот. Дирекция Тимирежевской уже согласилась. Потому что на выручные деньги она собирается учить студентов. А интересно, где будут студенты работать. А я когда предлагал, естественно, я не про это несчастье знаю. Какой там железо? Да мы не слышали даже его предложения. За пять лет, не отдавая никому землю, вырастить уникальный сад, лучший сад всех веков и народов на территории России. Вот. Который, вот, кстати, сейчас бы собрали бы наших ребят. Гестовского, Тотарова, этого самого. Пока еще силы есть у нас-то. Ой, какой бы мы сад Тимирежевки посадили. Боже мой. Вы представляете? Все, что в себе растет, там бы могло быть. И вот детективная история. Это студент. Это же в современной России студент, изменившимся голосом, плачется, что у них отбирает Тимирежевки землю. И это преподнесено как детективная история, потому что он боится, что его тут же очистили. Потому что с той стороны миллиарды рублей земля-то стоит. Плюс откаты, плюс, как это называется, распилы. Что думаете, этого не будет, да? Вот такая история страшная.